Владимир Путин заявил сегодня, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден сможет остаться в России при одном условии, цитата, если прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам. Сегодня же стало известно о том, что Сноуден попросил у Москвы политическое убежище. Последние подробности о судьбе информатора ЦРУ мы узнаем у нашего московского корреспондента Александры Агиенко. Здравствуйте, Саша. Россия не намерена выдавать Эдварда Сноудена властям США. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам форума стран-экспортеров газа. Как рассказал Путин, были случаи, когда обменивали агентов внешней разведки. Но Сноуден таковым агентом никогда не являлся, и по мнению Путина, он скорее борет за права человека наподобие Сахарова. Господин Сноуден не является нашим агентом. Никогда им не был, и на сегодняшний день таким не является. Наши специальные службы с ним не работали никогда и не работают. И он сам себя ощущает уже не бывшим сотрудником спецслужб, он сам себя ощущает борцом за права человека. И в известной степени таким новым диссидентом, что-то подобие Сахарову, но, может быть, в другом масштабе. Но, тем не менее, по сути, он борец за права человека, за демократию. Вы знаете, наши правозащитные организации на этот счёт выступали и считают, что нельзя выдавать его в страну, где, возможно, смертная казнь. Если он захочет куда-то уехать и кто-то его примет, пожалуйста, если он захочет остаться здесь, есть одно условие. Он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партёрам. Как-то не странно произвучит из моих уст. Но именно в силу того, что он чувствует себя правозащитником и борцом за права человека, он такую работу, судя по всему, прекращать не намерен. Потому что он должен выбрать для себя страну пребывания и туда перебраться. Когда это произойдёт, я, к сожалению, не знаю. Если бы знал, сказал бы вам сейчас. В настоящее время Эдвард Сноуден находится в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Правда, данных, подтверждающих этот факт, нет. Там он оказался после перелёта из Гонконга в Москву. В дальнейшем он надеялся перебраться в Южную Америку. Сообщалось, что Эквадор готов предоставить ему политическое убежище, но позже руководство этой страны опровергло эту информацию. Власти США требуют от России выдать Сноудена, но юридически он находится не на территории России. Тем временем депутаты Российской Госдумы выступили с предложением выдвинуть Сноудена на Нобелевскую премию. Об этом сегодня, в частности, заявил депутат Александр Сидякин на заседании в общественной палате. Он заявил о том, что человек, который передал средства массовой информации, данные о слежке спецслужб, достоин такой награды. Участники совещания его идею поддержали. Спасибо, Александр. Это был московский корреспондент РТВА Александр Агиенко, рассказавший о возможных сценариях развития ситуации вокруг Эдварда Сноудена. Напомню, что сегодня президенты России и США договорились о сотрудничестве ФСБ и ФБР в поиске путей по разрешению этой проблемы.